На данный момент какая у пациента сатурация, частота, сердечное сокращение, температура? Очередной звонок врачу-кардиологу Ксении Балькиной поступил от пациента, который остро нуждается в кардиостимуляторе. Мужчине назначили плановую операцию, но внезапно состояние здоровья ухудшилось. После серии обмороков пациент пришел к лечащему врачу, который после обследования обратился за консультацией в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками на базе Самарского областного кардиологического диспансера. Врач созванивается со специалистом в Центре и, соответственно, представляет пациенту, представляет проблему, вместе находятся пути решения. Если специалисту Центра необходима помощь какого-то другого специалиста-кардиодиспансера, неважно, кто и какого уровня, главный врач, заведующий отделением, реаниматологи, функционалисты, то вызывается консультант уже и, соответственно, совместно находятся решения и информируется уже та сторона, которая заказывает вот этот звонок. Центр появился в регионе в июне в рамках национального проекта здравоохранения с целью оказания помощи врачам-кардиологам, бригадам скорой помощи, а также медикам районных и городских больниц, включая ковидные. С 19 июля он заработал в круглосуточном режиме. Задача обеспечить комплексную работу по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний и снижению смертности от них поставил глава региона Дмитрий Азаров. В мае этого года возможности нового ресурса в тестовом режиме продемонстрировали главным врачам крупных больниц. Показали, как проводятся телемедицинские консультации и назначаются схемы лечения. С момента официального открытия Центра помощь получили более тысячи жителей региона. Работу Центра обеспечивает команда ведущих самарских кардиологов. Число запросов от медицинских учреждений и ковидных госпиталей ежедневно растет. Центр управления сердечно-сосудистыми рисками координирует и маршрутизацию пациентов. Специалисты рекомендуют, куда направлять больного. Анализируют ситуацию в онлайн-режиме и выявляют текущие проблемы, информация о которых оперативно поступает в Министерство здравоохранения.